Друзья, всем большой привет! Все мы с вами видели разные рисунки на счетах греческих гоплитов. Часть из них нам понятны. Например, спартанская лямбда или афинская сова. Некоторые знатоки истории Греции в курсе, что дубина на счете – это символ города Фивы. Но что означают все эти узоры, быки и трезубцы? Давайте разбираться. Если вы хотите быстро узнать, для чего они нужны, то перемотайте в конец видео. Там сделаны краткие выводы. Если верить Геродоту, то идею размещать узоры на счетах Эллины переняли у корейцев. Одно из самых масштабных исследований, посвященных эмблемам на счетах, было сделано историком Чейзом в 1902 году. Автор исследовал огромное количество ваз и выделил 12 категорий эмблем, а именно – чисто декоративные, устрашающие, религиозные, обозначающие гражданство, семейные или относящиеся к предкам, характеризующие владельца, обозначение звания или персональных качеств, произведение искусства, символизирующие имя воина, комбинации разных элементов, а также просто личный выбор воина. Чейз всего лишь классифицировал эмблемы, но не рассказал о истории их развития. Позже историк Ник Секунда написал статью, но и она не полностью раскрывала данную тему. Уже наш историк Александр Нефеткин полностью исследовал историю развития эмблем на счетах. На его работу, как на наиболее масштабную и снабженную всеми ссылками на источники, я и буду опираться. Итак, древние греки далеко не сразу стали изображать эмблемы на счетах. Можно найти свидетельство у Гомера о устрашающем щите Агамемнона, но непонятно, является ли это художественным приемом или нет. Тем не менее, со временем простые геометрические и растительные узоры получили свое распространение, а уже в VII и VI веках до н.э. появляются более сложные изображения животных или разного рода предметов. Эмблемы вырезались из бронзы и прикреплялись в виде аппликации или рельефа к центру, служа усилением щита. Предполагается, что первые эмблемы были по сути выбором воина для демонстрации своего статуса, а также кратком рассказе о себе или своем прошлом. Живописец первой половины V века до н.э. полигнот изобразил на росписи здание в дельфах Менелая, имеющего щит, на котором была представлена змея, в память о ее чудесном явлении при жертвоприношении в Авлиде. Одиссей выбрал дельфина в качестве эмблемы на своем щите и на перстне печатки, так как, согласно Плутарху, дельфин спас тонущего телемаха. Также Плутарх в качестве анекдотического случая рассказывает, что у одного спартанца на щите была изображена муха в натуральную величину. Личные символы на щитах существовали главным образом в архаических консервативных полисах. Также первоначальные эмблемы, вероятно, выбирались с определенными сакральными целями. Нам известно, что при погребениях архаической эпохи аркадяне отворачивали изображение на щите от трупа, чтобы не осквернить эмблему. Во время Платейской битвы отличившийся среди афенин Сафан из Декилеи имел щит с изображением якоря как символа своей стойкости в бою. Можно отметить определенную тенденцию в выборе эмблем для щитов легендарных героев. Так сыновья носили изображение, напоминающее о славных деяниях родителей. На щите Парфенопея был показан сраженный каледонский вепрь, которого убила его мать Аталанта. На статуи скульптора Аната из Игины Идаменей носит щит с изображением петуха, поскольку он вел свой род от Гелиуса, которому и посвящена эта птица. Ибер Форк носил на щите изображение горгоны, поскольку он считался потомком медузы. А кроме того, эмблема должна была, как и легендарная медуза, устрашать врага. Одной из первых унификаций изображений были семейные эмблемы, символизировавшие происхождение воина или подвиги его предков. Поскольку оружие, в том числе и щиты, передавались от отца к сыну, то и эмблема могла сохраняться, пока кто-либо из потомков ее не изменял. Однако четкой геральдической системы, закреплявшей за определенными семьями и родами некие гербы, не существовало. Механизм унификации мы можем понять, обратившись к толкованиям описаний трагиков, в частности Еврипида. Схолия так объясняет причину изображения гидры на щите Адраста. Адраст, как аргивянин, имеет эту эмблему на щите. То есть лернейская гидра представляется в качестве местной достопримечательности, изображение которой герой выбрал в знак своего происхождения, ведь лерна находится недалеко от Аргаса. Спартанцы после победы над афининами и аргостцами пожертвовали в Олимпию в виде десятины от добычи золотой щит, на котором была изображена медуза горгона, а не какие-то другие символы, типичные для остальных греков. Подобное изображение было характерно для афинин и, судя по вазописи, широко распространено. Об этом же, как представляется, говорил и Аристофан. Естественно, такая популярность горгона иона в Афинах была связана с культом богини города, которая носила эгиду с головой медузы. Ведь даже самой богине предписывают щит с горгоной. Щиты с горгона ионом были обычным посвящением Афине в ее первой половине IV века до н.э. Таким образом, идет постепенная унификация изображений, и наиболее популярные изображения медузы горгоны вытесняют остальные. А само изображение представляет собой продолжение архаической пышной традиции в эмблематике. Согласно фрагменту Вакхелида, мантинейцы имели на своих бронзовых каплицких щитах посейдонов-трезубец. Данная эмблема продолжала традицию, согласно которой на щите изображался символ божества, в данном случае посейдона, патрона аркадского города Мантинея. Еще во время битвы при Дели государственные эмблемы не были распространены ни у афинян, ни у их противников биотийцев, поскольку некоторые афинские гоплиты в суматохе боя поубивали друг друга. Вероятно, что не было у афинян стандартных эмблем и во время Гражданской войны, когда афиняне сами изготовили щиты, просто покрыв их белой краской. Возможно, существовали и эмблемы, а также сигналы. Софист Алкидамант, в речи описывающей Одиссея по поводу предательства Паламеда, рассказывает об изображении на щите трезубца, для того, чтобы противники-троянцы знали, около кого следует пустить стрелу с посланием. В ходе Пелопонесской войны, когда создаются достаточно многочисленные полиэтнические армии, и когда все больше граждан привлекалось на службу, на щитах появляются и более ясные государственные символы – буквы. Наиболее полное сообщение о буквах-эмблемах мы находим у византийского комментатора Гомера Фессалоникийского. Рассказывают, что лакидаманяне писали на своих щитах лямбду в качестве знака по начальной букве. Евполит говорит, «Я был поражен, увидев сияющие лямбды», то есть лаконские щиты. Так же говорит и Фиопомб, «Лямбда, то есть дурные щиты». Предполагается, что буква чеканилась на бронзовой обшивке гоплитского щита и начищалась до блеска, тогда как фон мог краситься. Однако в других случаях эмблема могла быть и просто нарисована. Возможно, спартанцы были первыми, кто изобразил на щите начальную букву названия государства. Такая простота и ясность как раз соответствовала спартанскому лаконизму. Пелопонесские союзники, а позднее и противники, также восприняли аббревиатурные эмблемы. Бессенцы после воссоздания своего государства стали изображать букву «мю» на поле щита. Вместе с тем, даже в 362 году до н.э. фиванцы имели на своих асписах нарисованную палицу, символ их героя и покровителя Геракла. Следовательно, их эмблематика оставалась на предыдущей фазе своего развития. Афиняне также не были среди первых, кто перешел к аббревиатуре. В Афинах на Агоре около арсенала были найдены свинцовые жетоны с изображением на круглом поле Альфы. Поскольку данные жетоны связываются исследователями со щитами, то можно предполагать, что в это время и в Афинах перешли к символике в виде букв. Ведь оружие в этот период скорее всего выдавалось тем из граждан, которые не могли его приобрести. Поскольку источники сохранились в неудовлетворительном состоянии, то нельзя точно сказать, до какого времени существовали эмблемы аббревиатуры. По крайней мере, они встречаются до перевооружения гоплитов овальными щитами, а позднее македонскими щитами. У основной массы эллинистической пехоты щиты были, по-видимому, без каких-либо специальных эмблем. Впрочем, определенные отличия могли быть в окраске щитов у отдельных подразделений. Таким образом, общий ход развития эмблематики щитов у древних греков можно представить следующим образом. В Микенскую эпоху эмблем не было. О периоде темных веков у нас нет данных, но, вероятно, и в этот период щиты были без изображений. Со второй половины восьмого века до нашей эры на щитах мы обнаруживаем простой орнамент, который в следующем столетии развился в настоящие эмблемы, идею которых греки, возможно, через корейцев заимствовали из Ближнего Востока. В архаическую и ранне-классическую эпоху эмблема на щите выбиралась самим воином. Поскольку первыми каплитами были аристократы, гордящиеся своим родом, а оружие передавалось от отца к сыну, то стали распространяться определенные фамильные или родовые эмблемы, символизировавшие знатное происхождение или подвиг предка. Также можно отметить, что в целом в эпоху архаики изображения на щитах были более яркие и устрашающие, а в последующий классический период монотонные и невыразительные. Когда полис оформился и произошла конституциализация государства, индивидуалистическое начало стало уступать место общественному. В первой половине V века до н.э. на щитах появляются символы, характеризующие весь город целиком. Например, трезубец Посейдона у монтинейцев. Поскольку именно щит имел достаточную площадь для показа символа, а кроме того уже существовала традиция изображения тут эмблем, то и символ государства стали изображать здесь же. Вероятно, что подобная унификация впервые произошла у отборных отрядов, служба в которых была более регулярной, чем в ополчении. Простая линейная тактика фаланг и явное представление, где свои и чужие не способствовали развитию государственной эмблематики. Однако создание полиэтнических коалиционных армий, появление новых родов войск и усложнение самой тактики боя потребовали простого и отчетливого различия войск сражающихся сторон. Этому же процессу способствовало и массовое привлечение мужского населения в армию в ходе Пелопонесской войны, а также государственной выдачи оружия. Возможно, именно спартанцы в их стремлении к простоте и лаконизму первыми изобразили у себя на щите лямбду, символизировавшую обозначение их государства. От лакидомонян этот обычай перешел к их союзникам и ближайшим противникам. Афиняне же, наоборот, были аутсайдерами в этом процессе. У них альфа появилась на щитах только в ранне-эллинистическую эпоху. Магистральное же линия развития эмблематики шла уже другим путем. Путем развития династийных и царских эмблем, которые вставлялись в оформление щитов отборных отрядов. Основная масса войск в монархиях диадохов, по-видимому, вообще не имела никаких знаков отличия на своих щитах.